Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы поговорим с вами о стартовых наборах для настольной игры Берсерк Герои. Помимо стартовых наборов, которые выходят один раз в два выпуска, содержащие по одной полноценной колоде на каждую стихию, к игре выходили еще небольшие дуэльные стартовые наборы. Выглядят они вот таким образом. Один такой набор содержит 63 карты, а именно по 10 монет для каждого игрока, два героя, две колоды по 20 карт в каждой и еще одну дополнительную карту. Сегодня мы посмотрим с вами на наборы Рык против Найриты и Борсан против Хесоды. Первый герой, с которым мы познакомимся, Найрита. Каждый раз, когда игрок разыгрывает карту, ранит героя этого игрока на один. Здесь имеется в виду любой игрок, в том числе и вы. Действие следующие три карты вы можете разыграть на одну монету дешевле в этот ход, вы не можете разыгрывать карты в свой следующий ход. Стратегия Найриты строится на нанесении и излечивании ран. Пройдемся по картам от единички до самой дорогой. Нокта восполнит ваше здоровье. Черный гость ранит вас, но поможет с набором карт. Выпить жизнь. Заклинание, которое бьет врагов и лечит вас и становится мощнее с каждым примененным таким заклинанием. Выжигающий кровь. Излечивает раны. Кровавый. Псарь. Существо с хорошим ударом, но с очень малым запасом здоровья. Пожиратель душ. Если потерять монету, будет хорошим защитником. Редкая карта. Марвильский кровосос. Имеет первый удар, при этом умеет излечиваться. Необычная карта воли Тонатоса. Поможет убрать неугодное существо. Воющий мертвец. Если ваш герой получал раны в этот или прошлый ход, ранить в героя противника на 3. И последняя карта за 8. Ненсоморд. Опыт в защите стоит на 2 монеты дешевле, если на вашем герое 15 или более ран. Рык. Каждый раз, когда существо получает раны, оно получает бешенство. Это касается и существ противника. Ваши существа с бешенством имеют плюс 1 к удару. Вся игра рыка строится именно на бешенстве. Напомню, бешенство заставляет атаковать существо ударом при первой же возможности. Йети. Просто дешевое существо с бешенством. Но в колоде рыка его удар становится очень выгодным для стоимости 1. Снежный барс. Его можно усилить за 1 монету. Удар током. Цель этой карты не столько ранить существенно 1, сколько дать всем бешенство от способности рыка. Раскат грома поможет справиться с некоторыми существами. Хладник не получает ран от существа с бешенством. Таким образом он может быть неуязвим для существ противника. Заклинание неудачное ограбление становится мощнее с каждым ходом. Берсерк клана Волка. Бешенство. При ударе по существу это существо получает бешенство. Собрать стаю не только поможет вам найти существо, но и в руках рыка уничтожит существо противника. Холландский голем имеет броню 1. Редкая карта Вукула. На им противник теряет 1 монету. Когда вы разыгрываете заклинание, вы можете заплатить 3 монеты, при этом положите в укулу с кладбища в руку. Эта особенность работает на кладбище. Отличная карта может доставить много проблем противнику. И последняя карта Тайр. Бешенство и броня 1. В каждом наборе есть еще одна дополнительная карта. Она нейтральная и ее можно отдать, например, проигравшему игроку, чтобы у него было некоторое преимущество при следующей партии. Дополнительная карта данного набора Сэр Шрёдингер. Редкая карта, уникальность, рывок, направленный удар, бешенство. Но при этом Сэр Шрёдингер атакует случайного персонажа противника. Цель атаки можно определить любым случайным образом, например, броском кубика. Монеты в данном наборе из сетов Рожденные Бури и Повелители Стихий. Переходим ко второму набору. Хэсоды. Когда ваше существо получает раны, оно получает плюс 1 к удару. Один раз за ход. Когда ваше существо было излечено, оно получает плюс 1 к жизням. Также один раз за ход. Стратегия Хэсоды строится вокруг отравлений. Клинок Архааля. На им, если в вашей руке больше карт, чем у противника, можете отравить существо на один. Радушный прием. Помимо отравлений, поможет в доборе карт. Восстановление. Поможет реализовать вторую часть способности Хэсоды. Силах. Когда вы берете вторую карту за ход, ранить героя противника на 2. Фиал Порчи. Существо получает отравлением 2. Воле. Вудли. Выберите одно из. Каждое ваше существо получает плюс 1 к регенерации. Или усилить отравление каждого существа противника на 1. Боккар. Отравляет и при нами, и при гибели. Ирх. Для добора карт. Хунган. Защита от заклинаний. И это хорошее существо именно для защиты. Вождь. Акванитов. Найм. Противник может заплатить 2 монеты, иначе вы можете положить существо в руку владельца. Чаще у противника нет открытых монет, поэтому вождь поможет избавиться от неугодного существа. Ну или поможет вам забрать свое существо и разыграть его еще раз. И последняя карта, редкая, отравить реку, отравить существо на х, где х это стоимость, которую вы заплатили за розыгрыш данной карты. Борсан. Две монеты действия покажите верхнюю карту вашей колоды. Если это существо, положите его в руку. Ставка в данной колоде сделана на существ и на подавление противника за счет этих существ. Ловец видений позволяет существам действовать дважды. Антар. Просто хорошее существо за два. Фея леса не только лечит, но и дает дополнительные монеты. Редкая карта. Каринлина. Также дает дополнительные монеты. Заслуженный отдых. Лечит и подготавливает карты. Фиал. Предвидение. Покажите верхнюю карту колоды. Если это существо, то вы можете разыграть его в этот ход на четыре монеты дешевле. Возьмите карту. Стрела за стрелой. Подготовит ваших существ. Кайнасский ополченец. Когда другой ваш персонаж был подготовлен, подготовьте кайнадского ополченца. Ругали. Найм. Сразиться с существом противника. Большое существо Эльфери, но со своими ограничениями. И последнее просто большое хорошее существо Бер. Дополнительная карта в данном наборе. Арнц. Тоже редкая карта. Найм. Поиск зелий. Гибель. Положите зелье с кладбища в руку. Зелье есть в обеих колодах данного набора. Монеты. Также из наборов Рожденной бури и Повелители стихий. Четыре колоды. Четыре разные стратегии. Для тех, кто только знакомится с игрой, такой набор это отличная возможность для такого знакомства. Будем откровенны, набор содержит не полные две колоды. Однако для знакомства с игрой данных карт хватит. И под знакомством я не имею ввиду одну партию. Нет, с данным набором можно сыграть множество партий. Самый главный плюс такого набора это его цена. Она довольно низкая и при условии, что набор содержит карты именно для двух игроков, цена смотрится ну просто мега выгодной. Купил и сразу за игру. Поэтому, повторив еще раз, это отличная возможность для знакомства с игрой. Лично я вижу в данных наборах хорошую возможность пополнить свою личную коллекцию. Вы получаете сразу двух героев в свою коллекцию, плюс некоторые интересные карты. И плюс набор карт, направленных на конкретную стратегию, например, на бешенство. В общем, с какой стороны ни посмотри, все хорошо и выгодно. Надеюсь, данное видео было интересным, а также надеюсь, что данное видео было полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч.